На этой неделе в одном из садоводств пригорода Барнаула произошел пожар, полностью сгорел дачный домик, а под завалами спасатели обнаружили хозяина участка, который погиб. К сожалению, подобные трагедии не редкость. Несмотря на штрафы и предупреждения, люди продолжают разводить костры, сжигать мусор, забывая о безопасности своей и окружающих. С какими проблемами сталкиваются огнеборцы и как можно повлиять на беспечность людей, об этом поговорим сегодня в студии с Константином Ильясовым, заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Здравствуйте, Константин, рада вас видеть. Ну вот история такая, как только стартует дачный сезон, мы обязательно встречаемся со спасателями, но не с вами лично, а с вашими коллегами, допустим. Казалось бы, людям пора запомнить, что спички, это огонь, это совершенно не игрушка. И тем не менее, если говорить по статистике, пожаров в этом году стало больше по сравнению с прошлым, потому что такое складывается ощущение, что горит вообще в ежедневном режиме и даже не по одному пожару. Ну вообще пожароопасный период, тут именно начало пожароопасного периода, это горячая пора, ну ежегодно, традиционно. В этом году, если брать общее количество пожаров по сравнению с прошлым годом, то их меньше, то есть общее количество пожаров уменьшилось. Но если мы берем статистику по дням, то вот каждый день сегодня у нас происходит 70-80 пожаров, это примерно уровень прошлого года. Общее снижение пожаров вызвано тем, что в прошлом году пожароопасный период начался гораздо раньше, то есть уже в начале апреля была теплая погода, была жаркая погода, и поэтому вот эти вот все природные пожары, палы травы начались в прошлом году гораздо раньше. В этом году чуть-чуть попозже, но пора сейчас действительно такая напряженная. Ну мы сейчас говорим о том, что человек был в своем дачном домике, да, он был днем, собственно, и заснул, и как-то так случилось, что домик загорелся. Вообще подобных случаев, подобных историй у нас много, или это какой-то такой единичный случай, скажем так? Ну сказать, что их очень много нельзя, но тем не менее такие истории случаются, то есть это не единичный случай. Если мы говорим конкретно о пожаре в этом садоводстве, то там произошло следующее. Собственник этого участка, который, к сожалению, и погиб, во-первых, он достаточно длительное время на своем участке не присутствовал, поэтому он был весь заросший травой, то есть трава своевременно не убиралась, сухая трава. И, приехав на участок, он решил сжечь лишний мусор, вот, сжигал он его в бочке, которая стояла примерно в 10 метрах от дома. Когда он разжег этот мусор, то есть он оставил его, так скажем, без присмотра, без контроля, ушел в домик немного отдохнуть. Вот, из-за ветра получилось так, что огонь из этой бочки распространился вот именно на траву, которую, на неубранную траву. По траве подошел к дому, ушел практически под дом. Домик деревянный, ну, уже такой достаточно старый, то есть древесина очень хорошо просохла. Вот, поэтому домик загорелся, и человек, может быть, он находился в состоянии сна, то есть не смог вовремя выйти. Вообще, вот эту трагедию можно было каким-то образом избежать? Получается, если бы он не жег траву, да, а помощь почему-то подоспела поздно, или как это? Почему все-таки не удалось спасти человека этого? Ну, избежать любой, наверное, пожар, который случается, когда анализируешь причину его возникновения, то понимаешь, что его можно было избежать. То есть если бы была своевременно убрана трава, как-то требует требования противопожарного режима, то этой трагедии бы не случилось. Если бы правильно проводилось сжигание мусора, вот сейчас в правилах противопожарного режима, которые вступили в силу с 1 января текущего года, уже правила пользования открытым огнем прописаны прямо в самом тексте вот этого постановления правительства. В бочке нельзя? В бочке можно, но расстояние от дома должно быть не менее 25 метров. У него было 10 метров. То есть это второй фактор, который способствовал вот этой трагедии. Ну и третий фактор, наверное, самый такой серьезный, что никогда нельзя оставлять вот этот открытый огонь без контроля, без надзора. То есть если бы он, естественно, находился рядом, как и должно было бы быть, если бы у него рядом были какие-то средства пожаротушения, то есть там огнетушитель, либо просто ведро с водой, вот, либо даже крышка, чтобы можно было закрыть эту бочку, как только он увидел, что какие-то проблемы начинаются, то, естественно, этой трагедии можно было избежать. А помощь подоспела вовремя, то есть спасатели? Если говорить о помощи, то помощь, да, подоспела вовремя, потому что, ну, во-первых, это садоводство, оно находится вот прям за торговым центром «Волна», вот, и наша пожарная часть, вторая пожарная часть, она находится возле завода «Кристалл», то есть это совсем там езды, ну, пару минут, она совсем рядом. Поэтому, ну, наверное, было... Ну, как только сообщили, так и поехали. Как только сообщили, конечно, то есть буквально несколько минут, и пожарные расчеты были на месте. Просто, ну, во-первых, позднее сообщение, наверное, было, потому что соседи сообщили об этом, они тоже не всегда следят. Ну, конечно, не факт, что соседи были рядом, да, например, кто-то... Вышли, случайно заметили, и поэтому, несмотря на то, что подразделения прибыли, ну, практически очень быстро, вот, на момент прибытия домик этот уже горел, ну, потому что, я еще раз говорю, что он был даже не из бревен, а вот именно щитовые вот эти вот дома, которые очень хорошо просушены. Просто как спичка загорелся и сгорел. Да, конечно, загорелся он мгновенно. Вот смотрите, есть еще такая проблема в садоводствах, да, узкие улочки. Ну, вот я много раз была, реально узкие улочки, и на некоторых даже есть шлагбаумы, и автомобилям, ну, пожарным, тем же самым машинам очень сложно проехать. Вот какую-то работу с председателями садоводств проводите, и, ну, как реагируют председатели садоводств? Или это не их ответственность? Если проводится проверка, ну, вот она может при поступлении какого-то заявления от граждан, вот, либо при публикации в средствах массовой информации, либо при рейдах профилактических, которые проводят наши сотрудники, если мы видим вот эти вот нарушения, то, естественно, в первую очередь претензии предъявляются к председателю садоводства. По всем требованиям противопожарного режима, ширина вот этих вот проездов должна быть не меньше трех с половиной метров. Но вот вы часто сталкиваетесь с тем, что не соответствует она вот этой норме? Часто сталкиваемся мы с этим, потому что, ну, вот именно действия граждан таковы, что после того, как они заезжают в садоводство, даже если первоначально ширина проезда была соответствовала требованиям, то сначала кто-то хочет цветочки там какие-то высадить, потом там картошку посадить, потом кусты какие-то, потом просто сдвинуть забор. В итоге с трех с половиной получается два с половиной метра. Да, и в результате получается, что вот этот проезд уменьшается, уменьшается, уменьшается. И часто бывает так, что даже на легковом автомобиле, когда проезжаешь, получается, что вот он в притирку. Но вот это тоже может быть причиной того, что поздно доехали даже, да? Вот такая история, если не проехать. Ну, здесь нет. Все-таки, конечно, несмотря на все эти трудности, пожарные автомобили – это достаточно большая и мощная машина, и помощь оказать – это наше основное предназначение. Ну, то есть все-таки все равно следить люди, которые за это ответственность должны, чтобы машина смогла проехать. Конечно, конечно. Потому что, ну, может быть такое, что даже вот на вот этом проезде, где, в принципе, пожарный автомобиль пройдет, может просто стоять автомобиль кого-то из садоводов. И тогда все, тогда проезд получается заблокирован, и проехать невозможно. Такое тоже бывает. Поэтому, конечно, за этим нужно следить, как председателю садоводства, ну, так и самим садоводам проявлять сознательность, понимать, что, возможно, какая-то ситуация, не обязательно это пожар, туда может потребоваться и приезд скорой помощи. И скорая, опять же. Все, что угодно. Да, то есть эти проезды нужно держать свободными. Вот смотрите, на этой неделе, да, по-моему, и на прошлой, было несколько сообщений о возгораниях травы на полях. Ну, вот вы говорили, что ежедневно чуть ли не сколько там... Ну, около 80. Около 80, да. Вот это что? Это вот такой сезонный пал сорняков, когда фермеры там проводят, сжигают, да, эту траву? Или все-таки пикники люди устраивают и тоже за собой не убирают, скажем так? Ну, вот сейчас, с начала пожароопасного сезона, у нас на территории края произошло 1660 вот таких пожаров, именно вот природных, то есть это трава, это пожневные остатки на полях. Вот из этого количества 47 пожаров произошло на землю сельхозназначения. Ну, естественно, все мы понимаем, что подавляющее число, ну, наверное, 99 с копейками процентов, эти пожары, они рукотворны. То есть это результат деятельности человека. Причины могут быть разные. Да, еще не искоренили мы сжигание стерни на полях сельхозпроизводителям. То есть такой способ уборки полей некоторым сельхозпроизводителям кажется... Удачным. Правильным, удачным, да. Ну, наименее затратным, и поэтому он применяется. Есть такие факты. Естественно, люди, которые выезжают на пикники в лес, естественно, это может стать причиной вот этого пожара. Просто обычное неосторожное обращение с огнем, не вовремя брошенный окурок, спичка, все может послужить причиной пожара, тем более при той погоде, которую мы наблюдаем сейчас. Вы смотрите, запрещено, опять же, разводить костры, да, в лесах, жарить там мясо, в пригороде. Вот я видела некоторые шлагбаумы, да, что невозможно заехать в лес. Ну и все-таки, если очень постараться, то объехать эти заграждения можно. Предусмотрены ли какие-то штрафы для этих людей и помогают ли эти штрафы, ну, собственно, снизить количество пожаров? Или говорим-говорим, а толку-то ноль? Я надеюсь все-таки, что та профилактическая работа, которая проводится, помогает снизить количество штрафов. Если бы она не проводилась, то пожаров, количество пожаров, я говорил, помогает снизить. Если бы эта работа не проводилась, то пожаров было бы гораздо больше. То есть мы проводим серьезную профилактическую работу по садоводствам, по частному сектору. То есть ежедневно, особенно в выходные дни, выходят наши инспектора, проводят рейды, разъясняют людям требования пожарной безопасности. Ну, иногда и накладывают штрафы, то есть если видят нарушение требований пожарной безопасности. Если говорить конкретно про лес, то существует разделение государственного пожарного надзора по различным территориям. Вот конкретно за пожарной безопасностью в лесу следят не сотрудники МЧС, а наши коллеги из Министерства природных ресурсов. То есть они точно так же наделены надзорными правами. Существует статья в Кодексе об административных правонарушениях 8.32, где расписаны штрафы. Я не думаю, что, хотя, несмотря на то, что сейчас действует на территории края особый противопожарный режим, и в постановлении об установлении этого режима запрещен въезд в леса, вход в леса. Если люди выбрались в лес для того, чтобы пробежать кросс, просто прогуляться, естественно, никаких штрафных санкций к ним применяться не будет. Если же люди туда проехали именно для того, чтобы развести костер, пожарить шашлыки, то в условиях особого противопожарного режима этого делать нельзя, и штрафные санкции на них будут наложены. А не выше, чем обычно, например, в противопожарный режим? Да, в особый противопожарный режим выше. Если мы говорим о гражданах, то вот за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в обычном режиме там до 2,5 тысяч рублей штраф, в условиях особого противопожарного режима до 4. Как долго сохранится пожароопасный сезон? Есть какие-то прогнозы? Или это вот такая традиционная история для весны, для начала лета? Ну, нет, конечно, сказать, что мы просто по традиции ходатайствуем об установлении особого противопожарного режима нельзя. То есть всегда анализируется обстановка с пожарами, которая сложилась на территории края. Естественно, мы смотрим прогноз погоды, который есть на последующее время. Вот сейчас, в настоящее время, пока прогноз погоды неблагоприятный. То есть мы видим, что, ну, сами, наверное, видим, что осадки последний раз у нас были уже, я не знаю, когда, наверное, месяц назад, уже давно. И в ближайшее время серьезных осадков на территории края не предвидится. Будут кратковременные дожди в отдельных районах. Вот, а так осадков нет, погода теплая, ветер есть. У нас в достаточно большом количестве районов края вот сейчас установлен четвертый класс пожарной опасности в лесах, в восьми районах пятый класс, то есть это самый наивысший, самый высокий. То есть пока опасность остается, и пока особый противопожарный режим сниматься не будет. Поэтому мы давайте еще раз призовем, наверное, людей, чтобы они как-то вели себя так, чтобы у нас не сгорело все вокруг. Ну, здесь, конечно, еще раз обращаюсь ко всем гражданам Алтайского края. Пожалуйста, соблюдайте требования пожарной безопасности, тем более сейчас, вот в условиях такой непростой погоды. Берегите свою жизнь, свое имущество, ну, и, естественно, имущество соседей, которые тоже могут пострадать из-за вашей беспечности. Спасибо вам большое, Константин. А я напомню, что сегодня мы говорили с Константином Ильясовым, заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.